Да, игруха норм. Помес игры в том, что вы и ваши собратья-карлики — это космические копатели онлайн, бегающие по пещерам и собирающие всё, что блестит, крошится и представляет какую-либо ценность, попутно раздавая местным обитателям, которые жили себе не тужили, идут толпа низкорослых коренастых мужчинок с огромной пышной бородой, вваливаются в их место обитания и начинают бесчинствовать. На выбор игрока предоставлено 4 класса, каждый со своим уникальным оружием и инструментами. Начнём по порядку. Стрелок — младший брат Хэвика из Team Fortress 2, который таскает здоровенный пулемёт и также любит орать во время стрельбы. Дополнительно таскает с собой крутецкий револьвер и генератор щита, за которым можно спрятаться и боковать на безобидных жучков в течение 10 секунд. В качестве инструмента, помогающего передвигаться через обрывы и прочие дырки в полу, Стрелок использует тросомёт, на котором можно сверхбыстро добраться из одной точки в другую. Второй член команды по имени Бурильчик — это парниша с низким тормознутым голосом, орудующий огнемётом для прожарки местной фауны. Альтернативным оружием имеют достаточно убогую пукалку, но при нужных модификациях ствол становится довольно опасным. Также таскает с собой пару зарядов С4, разносящих полкарты за один взрыв. А вот инструментом орудует он незаурядным, хватает в каждую руку по бурильному аппарату и разносит к чертям всё вокруг — лёд, камушки, врагов, ветхие жилища, союзников. В общем, парень полезный, может прорыть тоннель всегда и везде. Третьим бородачом в составе команды является Инженер, очень полезный в составе команды Бро, так как обладает достаточно высокой огневой мощью в виде миловидного дробовика, выстрелом из которого может легко уложить пачку таракашков. Вторым оружием ни много ни мало таскает гранатомёт, вселяющий страх во врагов и в союзников, так как последние постоянно норовят перехватить летящий снаряд в затылок. Ну и Инженер не был бы Инженером, если бы не мог строить что? Правильно! Ссаные говняные турели, которые на высоких уровнях сложности мало чем могут помочь, когда на вас ползёт ордак дневных кузнечиков, но на уровнях пониже является полезным дополнением во время обороны. «Сука, тебе чего надо? Стой, сука! Куда пошёл? Ща буду тебя пиздить!» В качестве инструмента для облегчения передвижения Инженер орудует платформенной пушкой, которая стреляет надувными пластинами. У Инженера имеется лучший друг по имени Разведчик. А Разведчик — это самый подвижный карлик, который с лёгкостью носится по всей карте с помощью крюка кошки, постоянно убегая с саму изжогу карты и чаще всего помирает от потолочных кентаклей. Любит висеть на стене и орать, пока Инженер его заметит, и повесит под задницу платформу, дабы Разведчик не упал и не раскосил свою бородатую, а твёрдую землицу. В качестве оружия использует не особо скорострельный и убойный автомат, но с нужными модификациями последний задаёт жару, а вторым оружием таскает с собой двуствольную бум-палку, выкашивающую по несколько врагов за один выстрел. В арсенале разведчик также имеет очень полезные гранаты, создающие замедляющее поле, в которые таракашки охотно забегают и ловят больше урона. Каждый класс умеет бросаться неоновыми палками для рейф-дискачей, но освещают окружающую территорию они слабо, а вот у разведчика дополнительно имеется осветительный пистолет, который по силе освещения сравним с десятком этих палок. Каждое оружие, броню, гранаты и инструменты можно всячески улучшать за ресурсы, которые вы добываете во время миссий. По первое время улучшение не особо дорого стоит, но вот высокоуровневые естественно таки в цене прибавляют. У каждого класса на данный момент имеется по два дополнительных варианта оружия, но сильно заострять внимание на них я не буду, потому что я жирный и ленивый. Полный спектр эмоций от дохнущих где попало союзников можно получить в компании рандомных игроков, чаще всего китайцев. Но если вы играете в соло, то за вами будет летать глупая корыта по имени Боско, дрон-помощник, который за вас и руду выкопает, и у врагов постреляет, и экзамен издаст, ипотеку оформит и семью содержать будет. Иногда, конечно, тупицы забивают болт на вашей команды, но это бывает редко. В общем, хреновина полезная. В игре можно заняться следующими делами. В хабе, пока ожидаете миссию, можно докучать руководство, упиная бочки в спускной шлюз, бухать до посинения в баре со своими корешами и бросаться пинтами в бармена, угорать около местной магнитолы, нажимать на то, на что нажимать не следует, самоубиваться во время игр и улучшать экипировку и заниматься прочей непотребщиной. Е-е-е-е-е! Космические карлики не стригут бородки, чтобы не палиться, как глубокие глотки! Вариантов миссий в игре немного, но веселуха в том, что карты генерируются случайным образом. То есть, буквально одинаковых миссий в игре нет. На каждой карте есть общее и дополнительное задание. Например, классический сбор определенного количества минералов, ремонт просорных челноков, уничтожение нескольких сильных таракашков, воровство жучиных и гаичек, видимо, для омлета, и сбор больших минералов около стационарной базы. Попутно дополнительным заданием может быть сбор цветочков, грибов, окаменелостей и прочих мелочей. За выполнение заданий дают опыт и шекели. С повышением уровня бородача будут открываться дополнительные пушки и модификации, но чтобы получить доступ к новому стволу, придется выполнить несколько обязательных заданий. За каждый добытый кусочек минерала вы получаете дополнительный опыт, поэтому после выполнения основного задания не спешите эвакуироваться, лучше накопать побольше, либо сдохнуть от жадности в процессе. Также нужно заметить, что в игре есть несколько разных биом. В каждой биоме своя растительность, форма пещер, местные опасности, например, на картах ближе к ядру планеты все облитым магмой. Пол постоянно ломается, везде торчат пестрящие гейзеры, и в целом территория не самая дружелюбная. А вот, например, в ледяной биоме как раз наоборот. Периодически начинаются ледяные бури, во время которых можно застыть, и до кучи дальность обзора снижается максимум до метров пяти. А тереться друг от друга, чтобы согреться, не получится. Надо будет искать укромные оазисы тепла и заботы посреди ледяных наслоений, где можно вдоволь поваляться и отогреть свои застывшие лапки. У каждой миссии есть своя дефолтная сложность, от которой зависит запутанность пещеры. То есть карты с первым уровнем сложности чаще всего представляют из себя узкие пещерки с периодически появляющимися обширными пространствами. А вот третий уровень сложности чаще всего заканчивается на том, что карты представляют из себя крайне запутанные и витиеватые аналы, в которых постоянно нужно выбирать куда пойти. Налево, направо, вперед или нахуй лучше всего идти естественно всей командой, дабы не потеряться. Да и на высоких уровнях сложности вам каждый, даже самый маленький жучок будет делать кусь, который отнимает добрую порцию здоровья и соответственно сдохнуть в одиночестве проще простого. Игроки дополнительно могут сами выставлять уровень опасности миссии, всего их пять. Первый, понятное дело, легкая прогулка с небольшими волнами врагов, а вот пятый это жопораздирающий угар. Волны врагов появляются чаще, жучков становится больше, кусь делают больнее, но зато впечатлений от такой игры масса. Во время почти каждой миссии за вами следует вагонетка на лапках по имени Молли, в которую нужно сгружать все добытые ресурсы, ибо карманы у наших мужичков не совсем глубокие. И нет, это не из-за роста, ты чертов растист. Хе-хе, поняли шутку, да? Хе-хе-хе, продолжаем. У Молли, в свою очередь, но отсутствует, потому она принимает все, что в нее суют. Так же после выполнения задания у Молли на задницу вылупляется кнопка, нажав на которую вы запустите процедуру эвакуации. Прибудет эвакуационный челнок в рандомном месте на карте, и будет дано 5 минут, чтобы добежать до удовлетворяться, пока тупенькая вагонетка не загрузится внутрь. Так что иногда приходится защищаться перед закрытыми дверьми, пока Молли вальяжно виляя задницей дрифтует к месту эвакуации. И окинем взглядом врагов, в коих в игре пока что не так много, но разработчики задницу не просиживают и чуть ли не каждый месяц выпускают патчи. С последним патчем добавили аж трех новых противников. Итак, костяк жущиной армии составляют стандартные таракашки со слабой броней. Ходят толпой, кусаются неприятно, но и убиваются довольно легко. Выцеливаешь голову, делаешь выстрел второй и жучок отъезжает. Иногда во время волны попадаются ветераны, у которых брони и здоровья больше, но также выцеливание слабых точек значительно упрощает разнос таракашка. Часто вокруг носятся мелкие кузнечики размером с ботинок. Бегают большие стаи, прыгают, кусаются со всех сторон, живут в гламурных гнездах и всячески мешают жить, но броню не таскают и убиваются довольно легко. Есть еще две дальнобойные разновидности обычных жуков, одни харкаются паутиной и замедляют вас, а другие кислотой и делают это с достаточно большого расстояния. Мой любимый тип противников – местные криперы, взрывные красные милашки, которые любят тихо подкрадываться, пока вы копаете руду и доставлять вам удовольствие в виде прикладывания раскаленной грелки к вашей заднице, а на повышенные сложности иногда и появляются целыми дюжинами. Проще говоря, услышите щебетание во время копания руды, знайте, что ваша жопа сейчас взорвется. Среди летающих противников есть пузатые милашки, кидающиеся кислотными шипами. Также имеется здоровенный жук-бомбардировщик с двумя большими яйцами и пищащая стрекоза, которая с диким визгом летит обниматься с ближайшим бродачом, чтобы схватить его, утащить за угол и там дружно с братвой тарабанить. Среди недавно добавленных противников появились медузки, летающие плотным косяком, но особой опасности они не представляют. Иногда можно наткнуться на чертова бронированного Соника, который с бешеной скоростью катается по округе, сшибая карликов как кегли. И изредка в любой момент миссии можно впечататься в Бетси. Это сестренка нашей дорогой вагонетки Молли, вот только у Бетси на голове сидит пулемет да ракетница. Но имеется одна загвоздка, у Бетси по бокам растут прыщи, которые нужно уничтожить и если это получится, то Бетси можно починить и переманить на свою сторону. Она будет следовать за вами до самого конца текущей миссии. Также иногда можно наткнуться на тяжело бронированных светлячков, которые рыгают кислотой или жидким азотом, морды у них твердые, а вот задница не прикрыта, потому лучше товарищам пристраиваться к нему сзади, пока он отвлекается на одного. И имеется более продвинутая версия этих светлячков, вот только эти натренированные и единственное уязвимое место у такого это жопа, но на этот раз она уже тяжело бронирована. Попутно такой жучок умеет плеваться фаерболами, громко топать сильно коцая близко стоящих к нему карликов и в целом парниша довольно опасный. Такого валить желательно группой, в одиночку с ним справиться очень тяжело. Есть еще несколько стационарных врагов, это высокая плюющаяся кислотой органическая шняга, также есть Нексус, из которого высираются маленькие жучки и будут они спауниться до момента, пока вы Нексус естественно не уничтожите. И есть у нас всеми любимые потолочные тентакли, о которых я говорил ранее. Если в команде нет разведчика, чтобы осветить потолок, то велика вероятность быть сожранным этим хентайным монстром. Щупальца свое тянет медленно и издает слабо заметный звук, а так во время боя вообще можно этот звук даже не заметить. Тентакли будет жрать вас до того момента, пока не будет уничтожена. И после того, как ее достаточно расстреляют, она нежно опустит вас до самого пола и оставит в покое. Итак, в общем и целом я охватил все элементы игры и крайне советую игрушку прикупить и вашим товарищам подогнать. Стоит она всего 449 кровных шекелей, периодически бывают скидки и свою цену она оправдывается лихвой. Я давно столько удовольствия от кооперативной игры не испытывал. Лично я наиграл около сотни часов и частенько захожу миссию другую пострелять. Игра очень затягивает. И небольшое личное мнение. Мне очень нравится стилистика игры. Картинка периодически удивляет вообще своей эпичностью. То есть игра не супер графонистая, а она именно стильная. Огромный вклад в атмосферу вносит музыка. Охренительный такой ретро-вейв во время боя, гулкий и томный эмбиент во время затишья. Особенно доставляют кинематографичный момент, например, когда один из ваших товарищей падает по пути к точке эвакуации и вы бежите ему на выручку, играет такой охренительный музон. Прям ух. У меня железо говняное. Как можете видеть по качеству картинки, но игра очень хорошо оптимизирована, что даже на таком корыте летает. В общем, Deep Rock Galactic это один из лучших кооперативов, в который вы не играли. И я крайне советую это срочно исправлять. Спасибо за просмотр. Буду благодарен, если вы поделитесь этим видео с другом, с братом, с мамой, с бабушкой, с собакой и с кем угодно. Ставьте лайк, щупайте колокольчик. Подписывайтесь. Всех люблю. Пока-пока. Ваш предшественник полагал, что работа в шахтах дело легкое. Все закончилось нервным срывом, а сержант Поповелл был блестящим сотрудником. Просто блестящим. Хотя он отличался от вас. Чем же, сэр? Огромной пышной бородой. Идемте. Пробежимся по участку. Продолжение следует... Аньте. Хорош, как и шахты. Аньте. Аньте. Продолжение следует...